Всем привет! Вы на канале LiveCrypto, где я рассказываю про проекты, которые, на мой взгляд, интересные, которые сейчас проводят ICO и на которые стоит как минимум обратить внимание. Сегодня мы поговорим про проект R-Round. Это проект из сферы дополнительной реальности. Ну, в принципе, R и означает приставка в проекте R-Round. Вообще, технология дополнительной реальности уже давно стала обыкновенной технологией для наших телефонов. Большие маркетинговые агентства, фирмы, которые специализируются на продвижении брендов, кинокомпаний, парке аттракционов, изготовить лидер и так далее. Уже в полную силу применяют возможности новейшей технологии и исследуют ее без исключения способности. Но сказать, что повсеместно данная технология применяется, это сказать нельзя, поэтому, так скажем, этот рынок еще достаточно большой, не занятый, и проекты появляются и еще будут появляться. R-Round дает нам возможность пользоваться услугами децентрализованной экосистемы, что не просто удешевляет цену последовательного внедрения технологии R-Round, однако и представляет нам возможность увеличить, в принципе, возможности взаимодействия юзеров и услуг, формирует независимую экономику внутри себя. Самое интересное, что это не просто громкие заявления, как у других компаний говорят, что есть конкретные инструменты, с которыми он будет легко обращаться. Давайте поговорим про непосредственно еще сам проект, заглянем как раз-таки в whitepaper. Рекламодателям сегодня крайне сложно контактировать со своей целевой аудиторией с помощью привычных каналов коммуникаций. Практически все рекламные решения на сегодняшний день уже набили оскомину, то есть уже давно используется и не хватает какого-то свежего воздуха. У людей они вызывают лишь раздражение, а иногда и агрессию. Маркетинг в его виде сегодня умирает и нуждается в смелых инновационных идеях и решениях. Разработчики и создатели устройств R также сталкиваются с некоторыми проблемами, требующими решениями. Первая проблема – это невостребованность R-контента, а вторая – это отсутствие, так сказать, кроссплатформности. Нет базы платформы, которая бы стала связующим звеном для всех устройств, доступных сегодня. Рынок разделен на разные возможности разных платформ. И что ему необходимо, так это единая система, которая бы всех их объединяла. А что еще хочется сказать, что в принципе стоит еще учитывать, что у нас сейчас рождаются новые поколения, которые уже, в принципе, готовы к этим новациям, к этим решениям. Вот так называемое поколение Z, которое родило в 1995 году, у них уже совершенно другое восприятие этого мира. И, соответственно, для них надо совершенно другие искать каналы, способы их привлечения. Поэтому стоит сказать, что это как раз-таки дополненные реальности – это те вещи, которые могут привлечь данную аудиторию. Around решает сразу две следующие проблемы. То есть для рекламодателей Around дает возможность комплексно подойти к продвижению продуктов и товаров, используя новейшую технологию дополненной реальности, которая крайне увлекательна и интерактивна. Внешней рекламе не хватает места, но в виртуальной пространстве пока еще, в принципе, все свободно. Да и в принципе виртуальное пространство позволяет вам, ну, так скажем, гораздо большие возможности. Вы не настолько ограничены физически, допустим, когда хотите что-то разместить. Вообще-то, что какие реальные возможности дает эта реклама, рекламодация может точно стрелять свою цивлевую аудиторию с помощью таргетированной рекламы, беря в учет демографические и социальные данные. Пользователи также в стороне не останутся, для них во время этой истории есть отдельный интерес. Ведь представьте дорогу до работы, каждый день она одинаковая, однообразная, но если теперь, скажем, днем она будет уникальна, каждый день будет выглядеть по-новому, разве это не здорово? А если добавить туда покемонов или динозавриков, то есть либо какие-то такую ненативную рекламу, то, соответственно, это все гораздо становится интереснее, ну, и необычно, но, во-первых, как минимум привлекает внимание. И это однозначно, AROUND это однозначно единая платформа, которая объединяет в себе все лучшее технологии ARR. Ваши телефоны, смартфоны, планшеты, очки, ну, имеется в виду очки типа Google Glass, абсолютно любое ваше устройство можно будет применять для входа. Рекламодатели и разработчики смогут находить друг друга с легкостью и заключать сделки совершенно безопасно и лично. Все это благодаря смарт-контрактам и блокчейн. AROUND создает личный уникальный конструктор, простые понятные инструменты, так называемые онлайн-песочницы, пользователи, которые смотрят абсолютно любой человек, без каких-либо, может быть, специфичных знаний и специфичных требований именно с технической стороны. Команда RAM прекрасно понимает, куда она идет, какой застройок. Они изучили его и оценили все сильные и слабые стороны своих конкурентов и себя бросали в подробную сравнительную также таблицу. ее можно найти, как раз таки, если не ошибаюсь, в White Paper. Сейчас, секунду, да, вот она. И также вот здесь видно, что, в принципе, какие здесь конкуренты. Вот, наверное, многие слышат про проект Аркона. Ну, в принципе, вот как раз таки есть сравнение, поэтому, ну, на досуге советую вам, так скажем, изучить и понять, как это, что работает. Ну, в принципе, на данном все. В принципе, основные все моменты я вам рассказал. Опять же, советую вам почитать про данный проект, посмотреть, что и как он, так скажем, функционирует, платформу. Что еще из интересных фактов? Это, во-первых, то, что у проекта уже успешно собрано SoftCap, который равнялся порядка 5 миллионов. Ну, как видите, токен сейл еще продолжается. Достаточно неплохие рейтинги у проекта. Можно посмотреть, что уже, опять же, дает ему преимущество. Сейчас посмотрим, здесь указаны значки, есть ли они на Apple Store. Ну, вот, кстати, еще один плюс проекта, что его, видите, можно попробовать. Вот, в частности, если вы хотите заходить в App Store, и эту программу можно скачать и установить. Ну, также вы протестируете и посмотрите, какие там уже функции есть. Что мне еще нравится, что уже есть партнеры, которые, в принципе, это, естественно, это те, кто будут пользоваться, то есть, так называемые продавцы. То есть, это уже подогревает, среди них подогревает интерес проекта. Причем здесь есть достаточно известные компании, которые, ну, как минимум, это только плюс дает данному проекту, что он уже имеет каких-то реальных, реальных заинтересованных пользователей и бизнеса. И, соответственно, если у них запустится все, как они планируют, то, соответственно, к этим компаниям прибавится еще множество других. Как вы видите, 15 сентября стартовал токен сейл, и закончится он 15 ноября. Как я уже говорил ранее, софткэп порогнялся с 5 миллионам, и он уже достаточно удачно собран. В принципе, все. Здесь уже идет роудмэп. Ну, здесь хочется сказать, что надо смотреть, как будет развиваться до конца года. Вот я так понимаю, что альфа-версии мы будем ждать. Ну, надо следить за обновлениями команды. В принципе, Telegram у них достаточно активно, так что советую подписаться. И, в принципе, обратить на данный проект внимание. В принципе, есть русский язык, и достаточно можно найти подробную информацию о данном проекте непосредственно на русском языке, если есть сложности у вас с английским. Мне комфортнее на английском читать, потому что бывают не всегда удачные переводы, поэтому я стараюсь на английском. все читать. Спасибо, что смотрели данное видео. Надеюсь, проект тоже вызовет у вас интерес. Спасибо, что смотрите. Всем пока.